всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с рецептом который наверное уже запоздал по времени потому что связи с известными событиями когда у нас был ураган отключали электричество я не смогла вовремя выложить вам рецепт чесночного масла с чесночными стрелками ну получается да чесночное масло очень вкусно я думаю что многие этот рецепт знают но есть такие кто и не знают это уж точно потому что удивительно даже но многие комментарии говорят о том что чесночные стрелки обычно выбрасывали но я думаю что ничего страшного если я при опоздала то на следующий год этот рецепт пригодится как нельзя кстати сейчас я расскажу и покажу поехали здесь у меня навешано 400 граммов стрелок еще целая чашка вот такая вот есть но там я уже использую другие рецепты сделать потому что те я уже показывала значит измельчать я буду вот в таком вот измельчителем так 400 граммов стрелок помыты все порезанные вот таким вот образом просушили отправляю сюда так и сюда же отправлю 50 граммов укропа ну для вкуса вы можете добавлять можете не добавлять это по желанию как вы захотите и отправлю сюда не сильно полную чайную ложку соли все измельчаем вот в такую вот кашу измельчилась меленько запах обалденный кисточком вкусно пахнет сейчас я беру 400 граммов сливочного масла у меня здесь 410 не страшно в общем берете то количество какое количество берете масло такое количество стрелок ну или наоборот какое количество стрелок такое масло так я сейчас его просто она мягкая и вот так вот сюда отправлю сначала одну партию немножко потом добавлю основное ну вот смотрите какая масса получилась так сейчас попробуйте на соль если вам достаточно то отлично я сейчас достану нож и сейчас будем делать вот такие вот квадратики чтобы потом зимой нам было очень удобно взять и один достать и мазать на хлебушек или добавлять куда-то еще в будет очень удобно значит делаю так беру пищевую пленку можно конечно и по-другому без разницы отматываю ее довольно таки приличное количество вот так вот ну чтобы нам потом не вошкаться и все у нас было побольше завернуть когда складываю пополам ну и вот берем в такую форму может быть она круглая у меня вот взяла квадратный у меня круглая есть и вот так вот накладываю пленочку сюда и дальше отсюда беру и накладываю масло наше сколько хотите не обязательно полную я вот делаю не полное так вот так раз теперь загибаем пленочку и и уплотняем и вот такой кусочек масло у нас получилось все это дело ну вот получилось у меня пять вот таких вот упаковочек ну и вот еще это оставили маслица покушаем сейчас очень вкусно опять у меня что-то горло но прямо вообще сейчас все вот эти вот наши упаковочки я вот так укладываю в контейнер в любой какой хотите лишь бы он был плотный вот так вот закрою и в морозилку отправляю когда они уже хорошо застынут тогда можно еще пакетики упаковать ну и достать из этого большого контейнера конечно он занимает много места сейчас только для заморозки обязательно нужно поставить плотный контейнер чтобы никаких запахов у вас в морозилке не было ну а зимой берете хрустящий свежий хлебушек берете вот это вот маслица с чесночком намазывайте и кушайте вот так вот это очень вкусно если хотите то такое масло добавляйте картофелю вот обалденный будет попробуйте в варю к вареному картофелю добавить такое масло запах неимоверный просто пойдет по всей кухне вот так вот готовьте с удовольствием готовьте с любовью у вас все обязательно получится часть я заморозил у меня было больше до стрелок чем я показала по рецепту часть я сделала просто пасту из чесночных стрелок она у меня есть на канале видео оставлю внизу внизу и вверху переходите ссылой по ссылочке и вот видите вот контейнер в который я укладывала вот я заморозила сейчас я из этого контейнера переложу в пакетики вот плотно очень упакую очень плотно чтобы не было никакого запаха ну и будет у меня по мере необходимости кусочек буду доставать неправда не поверю кто пишет что спокойного в один пакетик упаковывают чесночные стрелки неважно как приготовленные и никакого запаха в холодильнике в морозилке нет неправда чеснок очень сильно дает запах и если вы плохо упакуете то можете получить неприятность когда зимой у вас ягоды какие-то еще что-то будет храниться в морозилке вместе с чесноком и все это вас пропахнет было у меня на опыте знаю что вам говорю ну а если вам понравился рецепт то ставьте лайки не забудьте подписаться на мой канал оставляйте комментарии я буду вам очень благодарна всего вам самого доброго и самого хорошего с вами была ваша татьяна пока пока